Апикс, забери свой выигрыш. В игре высокий коэффициент выигрыша и минимальный вход в игру с 1 рубля. Играть тут проще простого. Делаешь ставку и как только коэффициент пошел вверх, тебе решать когда выйти из игры. Можно играть более осторожно, либо довериться интуиции, забрать крупный выигрыш, пока шкала не остановилась. Также есть функция автовывода при заданном коэффициенте. У них множество положительных отзывов и мгновенные выплаты на Киви или Яндекс. Кстати, если хочешь получить бонус, то переходи по ссылке в описании и получи бесплатную игру в подарок. Да вот по поводу битов, кстати, вы тоже гоните. Потому что насколько... Да, сейчас я буду читать комменты, я просто рассказывал всю историю. Насколько я вообще замечаю, абсолютно никогда люди не бывают довольны битами. И это очень глупо, потому что можно сказать, что бит мне не нравится. Бит в таком стиле, который мне не по кайфу, но говорит, что хуёвые биты. Эти биты были охуительные. Первый бит сделал Прива. Два остальных Харакза бит. Это охуенные биты, я считаю, они очень подошли для батла. Ну шо? Да, третий бит топовый. Нет, я в Екатеринбурге. Сейчас я в Екатеринбурге. Ну это вот в целом так по всему, по всему, что было. Шо там дальше? Дальше, вот, короче, будет презентация в Екатеринбурге 1 декабря. 8 декабря будет презентация в Москве. И 9 в Санкт-Петербурге. Так что, кому это интересно, чекайте всю информацию в моём паблике. Там всё есть вообще, всё есть. На 140? Ну, мы... Да, я бы побатлил на 140, конечно. Но нужно, опять же, какого-то соперника интересного, и с которым будет смысл. Смысл батлить. Так что, нужно просто конкретно уже это всё решать с Эдиком. И мы посмотрим. Ти-ти-ти-ти-ти. Здравствуйте. Как вдохновляюсь. Вдохновляюсь вообще всем там. Музыкой, всякими жизненными ситуациями, всякой такой херней. Третий бит никак не найти. Это бит, который сделал RocksBits. Так, релиз зашёл. Но вот биты, а-ля 2-й, 3-й. Твой корич, прям изъебище. Под таким... Под такими битами бытрячок. Да, я согласен. Есть мысль, что следующий какой-то, да, релиз будет более... Менее такой, грубо говоря, лиричный. И там он будет более такой разъёбывающий, короче, да. Мне хочется поразъёбывать. Очень сильно. Ну, я уж всё рассказал, да, по ситуации с Драгом. Хотел бы фит с грязным. С грязным это с Асай, что ли? Нет, наверное, не хотелось бы. Очень крутой. Короче, фит мечты из русских, зарубежных. Ну, зарубежных, наверное, пока не буду говорить. Это такое, как из серии чего-то несбыточного, да. А из русских, да, блин, не знаю. Не знаю. На самом деле, я про фиты не очень думаю. Хочется делать именно какие-то свои охуительные треки. Совершенствоваться именно в своей музыке. В сольной, короче. Скиллы бы не стал. Зачем батли скиллы? Мы уже батлили. Когда концерты? Концерты. 1 декабря Екатеринбург. 8 декабря Москва. 9 декабря Санкт-Петербург. Третий раунд сверстов в студийке. Не знаю. Да фиг знает. Ну, как бы, там же... Мне уже как-то не очень нравится записывать именно батловые раунды. Батловые раунды, там, что я буду читать, там, про Эрнеста, что ли? Ну, какая-то такая себе тема. С реки взгнойным? Ну, да, было бы, наверное, интересно. Не знаю. Видите, фит должен еще тоже иметь смысл. То есть, ну, я не могу, условно говоря, там, чуваку, с которым мы не знакомы, говорить, «О, чувак, два и фит». Нет, нужно, чтобы творчество друг друга нравилось и в правильное время. А, с грязным Рамиресом. Блин, просто у Асса и прошлый ник был грязный. С грязным Рамиресом. Но он крутой. Он крутой. Насчет фита, ХЗ. Так. Почему именно с Эрнеста забаттлил? Потому что с Эрнеста тоже, он, у него есть какая-то своя харизма. Он, то есть, он отличается. Он реально уникальный. Да, я не могу сказать, что данный батл, вот, наш, мне понравился очень. Да, он сделал прикольно, но, в целом, я просто говорю, что он отличается. И он, у него есть свой уникальный стиль. И это круто. С Рикки не думал забаттлить бы, было, думаю, даже бы лучше, чем с Драга. Насколько я знаю, Рикки, это не очень интересно. Мне кажется, все-таки с Драга было бы поинтереснее. Короче, я просто считаю, что с Драга, это был бы челлендж для меня. Достаточно такой. Потому что этот человек тоже, достаточно уникальный на битах. У него, ну, такая интересная очень техника и все такое. Да, про мертвую душу очень жалко. Я прям очень расстроился. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. С Рэдо. Ну, Рэдо, блин, я респектую Рэдо. Я не знаю, типа, есть ли смысл в этом баттле. Тем более, насколько я, опять же, знаю, он тоже сейчас не очень сильно хочет баттлить. Вообще, в принципе, поэтому. Не тот день для концерта выбрал в этот день. О, ну, блядь, слушай, чувак, в каждый день происходят концерты. И если ссать того, что там кто-то придет не на твой концерт, а на другой концерт, можно просто как бы вообще ничего не делать и дома сидеть. Вот я так считаю. Нога Браги осталась в Питере. Ну, точнее, точнее, Нога Браги осталась в Питере. Кто-то там ее знает. По ситуации с РБЛ, ну, что, это печально, очень, очень печально. Я думаю, там все разрешится нормально. И желаю только успехов и процветания Антону и его площадки. Я думаю, все будет окей. Кукиш с хаслом крутой. Я замечал, что какой-то идет необоснованный хейт на него в комментариях. Ну, вот это опять же, то есть, да, люди просто не шарят. Большинство, нет, даже не большинство, а большинство тех, кто комментирует. Потому что многие люди, они не комментируют, они смотрят. Они смотрят, там им нравится, не нравится, они какое-то свое мнение формируют, а комментируют. И большинство тех, кто комментирует и пишет хуйню, они не шарят. И это реально так. То есть, ты можешь написать, короче, мне не нравится, как сделал условный кукиш, да, вот то, что мы сейчас о нем говорим. Но люди же пишут, блядь, он тараторит, у него там хуевая ритмика, хуевая рифмовка. Хотя, по факту, кукиш, блядь, рифмует нахуй лучше, чем 90% BPM батлеров. Я сейчас не говорю это из-за того, что он там с ЕКБ. Это по факту так. Просто люди даже, короче, вот лайфхак. Есть у Eminem на альбоме Камикадзе, скит, называется M. Calls.Pow. И там Eminem звонит своему менеджеру и говорит, я тут в комментариях прочитал, что пишут про альбом. И там чувак сказал, что я буквально срифмовал там ромашки и, ну, я не помню, какое там слово было на английском. В общем, срифмовал одно слово на окончании. И он прочитывает эти строчки, и там срифмовано, ну, грубо говоря, срифмовано. Они срифмованы друг с другом. И он говорит, это моя вина, то, что этот долбоёб, как бы не понимая, что здесь всё зарифмовано. Здесь не зарифмовано, только последнее окончание, здесь всё зарифмовано. И говорит, я ещё съеду к нему в дом, чтобы его разъебать. То есть такая же проблема. Люди просто, многие там комментаторы, они просто не слышат, они не понимают, что такое, что такое рифмовка вообще. В принципе, они слышат только последнее слово из каждой строчки. И говорят, он хуёво рифмует. Но иди нахуй, потому что ты не понимаешь, что такое пиздато рифмовать. Ты просто, у тебя просто нет, короче, нет знаний. Ты не шаришь в этой мать-часть. Ты не знаешь, ты не знаешь мать-часть. Но ты открываешь, как бы, комментарий и пишешь. Кукиш с хаслом, хуёво рифмует. В то время, как ты просто засёшь хуй в этот момент, а кукиш с хаслом, рифмует охуенно. Вот. И поэтому это абсолютно необоснованный хейт. Вот. Я встречался с таким после, там, батла с вайпхантером на втором этапе. Это очень забавно, но на самом деле это не важно. То есть просто нужно делать и всё. Больше городов как-нибудь, так только по столицам. Я не знаю. Я просто хочу посмотреть, как вообще всё это получится с презентациями. А там уже дальше смотреть. Возможно, будет тур весной. Я на это надеюсь. И мы, походу, мы разберёмся, я думаю. Ну, я не считаю, что батл с Эрнестом один из лучших. Блин, где? В смысле, на версию си или в принципе? Ну, вообще, не там, не там, я бы так не сказал. Мне он нравится частями, этот батл. Вот. Но я не считаю, что он какой-то там лучший. Ну, вообще, нужно, наверное, подождать. Там пройдёт какое-то время и уже можно будет... Так, отстранённо немножко посмотреть. Кто самый сильный из ФБ-4? Не знаю. Ну, для меня, вот, для меня, на самом деле, что до старта сезона, что сейчас, особо ничего не поменялось. Я говорил, что будут и пить Пиэма и Браги. И, собственно, вот для меня они сейчас и остаются самыми сильными, по факту. Ну, с ними разве что может Микси поконкурировать, я думаю. Особенно после последнего выступления. Это очевидно, что он фаворит. Там будут все треки. Ну, не все треки. Многие из последних треков. Не только альбом. Так. Как тебе Хос на битах? Хос хорош на битах. Мне очень нравится его BPM с алфавитом. Несмотря там на все эти бумажки, он сделал хорошо. Хос молодец. Хос очень крутой и в треках, кстати. Вот. Так что Хосу респектосик. Нет, я биты не пишу. Никогда не писал биты. К сожалению, я бы очень хотел, но уже очень много времени проебано. А чтобы делать это хорошо, нужно очень много времени этому посвящать. Ну, вообще, я не буду зазрекаться, но пока не пишу. Как тебе? В Киеве мне очень понравилось. То есть, есть же, да, много таких предрассудков у людей, что вот там, ну, вот мне даже говорили мои какие-то знакомые, что там не любят русских, да, грубо говоря. Но это все хрень. Я отвечал, ребят, это пропаганда, это хуйня, там такого нет. То есть, я уверен, что там есть отбитые, да, какие-то, которые там хейтят русских и все такое. Как и у нас есть отбитые, которые говорят, что там вот, там, хохлы и все такое. Ну, отбитые есть как бы везде, естественно, да. Ничего, никакого вообще, никакой там каких-то там хейтерских тенденций в свою сторону я не заметил. И все было очень душевно. Пацаны нас приняли очень круто. Единственное, ну, в общем, батл выйдет. Я думаю, вы сами все увидите. Я ничего по батлу сейчас говорить не буду, да. Но, в целом, именно как сам город, очень красивый, очень такой атмосферный. Мне дико понравилось. Мы там немножко успели погулять, посмотреть там всякие достопримечательности. Вот. Так что мне все очень понравилось. На батлы с лавой и кб я прихожу всегда. Кроме форс-мажоров каких-то. Тык-тык-тык, тык-тык-тык. Ну да, люди любят пиздеть. В Минск. Очень хочу в Минск. Очень сильно хочу в Минск. Вот. Все, что могу сейчас сказать. В принципе, да. Если какие-то будут предложения по поводу выступлений, я с радостью туда съезжу. По поводу Микси. Ну, чувака сорвало немножко крышу, насколько я понимаю. То есть, последние батлы это просто катастрофа на самом деле. Не знаю, не знаю. Просто, блин, очень многих людей, как-то их, короче, амбиции не совпадают с их уровнем скиллов. И здесь, наверное, нужно как-то адекватно оценивать себя и окружающую обстановку. Вот и все. Ну, блин, так нет. Я говорю, что драка крутой. Он правда крутой. И именно поэтому я хочу забатлить. Потому что, я считаю, если ты считаешь себя, там, МС, да, ты должен какие-то челленджи ставить себе. Вот для меня это челлендж, потому что он реально крутой. И, на самом деле, вот у меня было уже немало батлов в BPM и GoKill у меня не батлил, например, да. Хотя я считаю, что он один из лучших чуваков на битах. Ему было уже неинтересно там батлиться. Он просто делал какой-то перформанс, да. С Диктатором. Вот я считаю, что Диктатор пока что самый сложный соперник был. Вот поэтому мне хочется с сильным оппонентом забатлить. Именно поэтому, блядь, я это и делаю, а не потому что я говорю кому-то, что он там хуёвый. Да, то есть я говорю, что, допустим, он сейчас сделал там плохо. И говорю, чувак, если ты считаешь меня там второсортным, стрёмным, недостойным, грубо говоря. Ну, окей, дело твоё. Я говорю как есть, я не въёбываюсь и я там не пытаюсь как-то... Ну, типа, если там... И мне похуй вообще на остальное. Ну, то, что я тебя вдохновляю, Ярослав, это просто очень круто. Для меня это лучший комплимент. А так я читал просто, грубо говоря, там треки других рэперов, подражал им и всё такое. Вот, наверное, так и было. Да что значит кукиш очень монотонный? Это кто-то пизданул что-то и все начали подхватывать. Такая же ситуация, как, допустим, была у Гнойного с Мироном, когда Гнойный сказал там про Горгорода что-то, что там, это калька и всё такое. То есть в контексте баттла Гнойный сделал это очень круто. Это было в тему, но в целом я не согласен. То есть, да, Горгород это антиутопия и сама идея, естественно, антиутопия, она не новая. Но в рэпе, блядь, в аудио, да, то есть в рэпе, кто у нас делал такой концептуальный альбом? Кто? Мне сейчас там, ну, мы недавно с кем-то обсуждали, говорят, вот там, Good Kid, Mad City, тоже, да нихуя там нет подобного в Good Kid, Mad City. Там просто, там Кендрик раздувает, вот мои там дни в гет, что я там делал, да. У него нет такого же, как в Горгороде, да, то есть, нельзя говорить, что это сбачено, грубо говоря, с Кендрика, потому что концептуальных альбомов в мировом хип-хопе очень много. Вот, и здесь также, что, кукиш монотонный? Что значит монотонный? То есть, это абсолютно, это субъективизм, то есть, нельзя так сказать, то есть, это, в общем, ладно, ребят, здесь есть, конечно, можно сказать, что у каждого свое мнение, но говорить, можно сказать, мне не нравится кукиш, мне не нравится, как делает кукиш, это не мое, это нормально, но говорить, что кукиш там хуйня, что у него там монотонный, что у него плохая ритмика, плохие рифмы, это просто, это, это просто лакмус и обмашка того, что человек не шарит, вот и все. Его мнение принимать всерьез, не самое лучшее решение. В турнирках, не дай бог, вообще, то есть, конечно, зарекаться нельзя, но я бы не хотел вообще, ни в коем случае. Еу, Мурманск, салют. Килл или Диктатор, они очень разные, я не буду выбирать, они мне оба нравятся в своих жанрах, грубо говоря. Да, приезжай на мой тур весной. В Астрахань, если привезут, позовут, то, конечно же, поеду. Забатли с Марулом, а мы забатлили с Марулом, вот, в Киеве это было, не дам, там, правда, 2 на 2 было, там был Дисураунд, я против Гиги и Маруа. Кстати, пацанам респект вообще, очень душевные чуваки. А вот, все.